Дорогие подписчики, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня пойдет речь о саженцах на осень 2020 года. Вы очень много вопросов задаете, какие у меня сорта остались в наличии. Сейчас отвечу вам на все вопросы, какие сорта в наличии, будут ли дополнительные партии, либо будут саженцы весной или осенью следующего года. Но для начала мне очень хочется поблагодарить вас за ваше доверие. Я ощущаю очень большое доверие в свой адрес. Я благодарю вас за то, что вы выбираете именно меня в качестве продавца саженца, за то, что вы исключаете пересорт и какие-то другие некорректные моменты, которые могут допускаться в данном бизнесе. Мне это очень приятно. Я не могу словами передать, насколько для меня это приятно и важно. И это, конечно же, окрыляет. И мало того, что в этом году мое предложение не смогло удовлетворить весь ваш спрос. Поэтому я понимаю, куда мне расти и к чему мне двигаться. В общем, вы дорогие мои. Такой локомотив для меня. Я понимаю теперь свое направление. Теперь по поводу наличия сортов. Сейчас на 2 сентября 2020 года из наличия остался только сорт Лахтей. Замечательный сорт. Вы можете о нем почитать или посмотреть мой обзор. Вот здесь будет ссылочка. Сейчас я вам ее дам. Если кого-то заинтересует, есть небольшое количество, но саженцы есть. Все остальные сорта уже, к сожалению, они забронированы. Дополнительных партий никаких не будет на осень. По поводу весенних саженцев. У меня пока нет технической возможности выгонять весенний саженец. Для этого нужна теплица. Моя теплица пока в разработке. Поэтому имею возможность сделать только осенний саженец. Поэтому те из вас, которые не успели заказать у меня саженец и не смогут в каких-то других источниках приобрести желаемые сорта, на следующую осень я буду принимать заказы где-то с середины лета. Я эту информацию обязательно выложу, когда вы можете бронировать саженцы. Но, конечно же, до последнего тянуть не нужно. В августе или в сентябре месяце практически невозможно найти саженцы у проверенных источников, потому что люди бронируют и раскупают их гораздо раньше. Поэтому вот такая информация по поводу саженцев. Значит, в наличии только лахты. Теперь я в двух словах расскажу о том, как я, собственно говоря, укореняю свои саженцы. Саженцы можно делать из корня, саженцы можно делать из черенка и можно делать из верхушки. Черенками я не делаю, так как это достаточно длительный процесс. Из корня я не выгоняла, так как у меня нет пока технической возможности. То есть для этого нужна теплица и определенный, конечно, температурный режим поддерживать. Самый простой вариант это выгонять корень из верхушки. Для того, чтобы сделать саженец из верхушки, нам нужен побег, который не плодоносил. То есть побег, замещение, которое у нас вырос в течение этого года. Он молодой, зеленый. Это может быть верхушка самого побега и может быть верхушки боковых отростков. Вот как раз те боковые отростки, за которые мы вели речь в предыдущих видео. Если вы целенаправленно хотите сделать саженцы, у вас, допустим, один куст. Вы можете где-то в начале лета отщипнуть у основного побега замещения верхушку. И у вас тогда будет намного больше боковых отводков, из которых вы, соответственно, будете ставить горшки с саженцами. Сейчас все покажу наглядно. И вот, кстати, если у вас в планах делать саженцы, для этого еще тоже нужно пригибать побеги замещения. Вот тот побег на небесах, который у меня вышел из середины куста, который я не смогла согнуть. И его теперь вот просто нереально. Его, конечно, можно пригнуть, но к горшку его не зафиксируешь. И, соответственно, его сложновато будет укоренить. Вот боковушки пошли. Вот они, их в целом можно было, конечно, сделать саженцами. Но из-за того, что толщина побега не позволяет его нормально пригнуть, здесь, конечно, саженцы потеряны. Те побеги, которые у меня были пригнуты, они идут, располагаются ближе к земле. Соответственно, боковые отводки тоже, они под удобным таким ракурсом, их очень легко укоренять. Но здесь у меня стоят такие вот одиночные товарищи. Так как было изначально не очень много боковушек, но вообще я использую грибные ящики для того, чтобы туда ставить. Помещается 12 горшков, которые я использую. Вот такого формата горшок. Этого достаточно. Бывает, конечно, и меньше, не обязательно 12 саженцев. Где-то по 3 горшка, где-то по 8. Вот таким образом это выглядит. Стяжками я немножко фиксирую побег. Не очень сильно, чтобы он не переломился. И вот таким образом они у меня стоят. Сегодня буду поливать. Очень быстро высыхает торф. Потому что температура у нас плюс 35 опять. Это, конечно, кошмар. Ну, в общем, вот таким образом все это выглядит. Покажу наглядно. Вот мы имеем боковой отводок от основного побега замещения. Примерно вот здесь я отрезаю секатором. Обрываю листики. И заглубляю. Заглубляю примерно где-то сантиметров на 5. Вот так. Все заглубили, но прификсировали его в горшке, если нужно. Если он держится замечательно, то фиксировать не нужно. У нас просто ветра. Я бывает вот фиксирую вот такими крючками. В фикс-прайсе покупала 50 рублей. 50 рублей 10 штук. Вот его фиксировала, когда только я его воткнула. Сейчас он уже держится. Значит, у нас примерно где-то с середины августа уже можно начинать укоренять. Я это делала 1 августа. Но температура была у нас еще очень-очень жаркая. Но так как имея основную работу, у меня не получится все бросить и, допустим, в какой-то конкретный день укоренить. Поэтому я просто поддерживаю влажность в горшках для того, чтобы торф не пересох и растению было комфортно. Ну, где-то за полтора месяца вот с середины августа, может быть, с конца августа, когда температура понижается, начинается укоренение. Месяц-полтора, где-то вот конец сентября, начало октября саженец будет уже укорененный. Обычно вот в стаканах есть на дне такие дырочки. И когда уже корень достаточно крепкий, то в эти отверстия начинают пробиваться маленькие корешки. Тогда я просто переворачиваю стакан, проверяю, насколько крепкая корневая система. И уже можно тогда делать окончательный вывод, когда же будет готов саженец. Еще хочется отметить один нюанс. Это быстрота укоренения различных сортов. Например, вот стелящие сорта. Это у нас Вось Джозеф. Вот я подошла к сорту Вось Джозеф. Он стелящийся. Он укореняется намного быстрее, чем, допустим, прямостоячие сорта. Лахтей замечательно укореняется. Он укореняется просто даже сам. Вот куда упал, куда уткнулась у него макушка, там он и укореняется. Поэтому проблем особых нет. Вот, допустим, если это прямостоячие сорта, особенно вот Вашита, Небеса, конечно, вот они, им нужно время, немножко дольше для того, чтобы укорениться. И также я заметила по ремонтантным сортам, что неохотно они размножаются верхушкой. А все-таки вот корнем они размножаются намного быстрее. Поливаю я саженку по необходимости. Я проверяю торф пальцем. Бывает такое, что сверху он сухой, а когда копнешь немножко пальцем, он влажный. Я тогда не поливаю. Но в среднем я где-то поливаю через день. У нас сейчас очень жарко. Когда температура спадет, я думаю, будет достаточно раз где-то дня в четыре. Ну, все по ситуации, все по Вашему температурному режиму. Я проливаю один раз, потом жду. Смотря на сколько был сухой торф, два раза нужно пролить или три раза. Ну вот, друзья, Вы сами все видели. Все действительно элементарно и просто. Я ничего не преувеличивала. Очень просто получить осенний саженец ежевики, выгнанный макушкой. Ваша задача это просто в течение этого месяца полтора не допустить пересыхания или переувлажнения торфа. Все за Вас делает время и маточный куст. Так как Вы в течение этого всего периода кормит этот саженец маточный куст. Если, допустим, Вы посадили в горшок и Вам не нужно его высаживать осенью. Вы хотите его сохранить до весны. Вы можете в целом не отрезать его от маточного куста. Единственное, что нужно будет, этот саженец тщательно укрыть. Желательно закопать его в землю под кустом и еще сверху укрыть, чтобы он не перемерз и не попадала туда влага и оно не перепрело. Либо же можно обрезать от маточного куста и поставить в подвал. Тогда температура должна быть достаточно низкая, для того, чтобы этот саженец не начал вегетировать. Либо же можно сделать намного проще. Если Вы не занимаетесь продажей саженцев, Вам просто нужно сделать несколько саженцев для себя, Вы спокойно можете делать саженцы с открытой корневой системой. Для чего делается закрытая корневая система? Для того, чтобы можно было транспортировать этот саженец на длительные расстояния. На длительные или не очень длительные, чтобы корень не пересох. Если Вы выкопали лопатой у себя на участке куст, саженец, и тут же Вы его посадили, то вообще никаких проблем. Вы можете с горшками не заморачиваться. Вы можете взять побег замещения, и на какое расстояние он у Вас дотянется, там полтора-два метра, Вы можете его прикопать в землю, и весной, там уже сто процентов будет корень, уже будет неплохая корневая система. Вы его отрежете от маточного куста, выкопаете аккуратно, пересадите уже в то место, где требуется его высадить на постоянное место жительства. Так что вот такие вот нехитрые манипуляции, и Вы можете со своих нескольких кустиков сделать себе целую плантацию ежевики. Ну вот, мои хорошие, на этом все. Если какие-то вопросы у Вас остались, Вы знаете, что делать, пишите мне в комментариях, я Вам обязательно отвечу. Всем пока-пока!